Добрый день, уважаемые участники конференции. Добрый день, коллеги. Я директор Кавалеровской средней школы номер 2. Наверное, вы мимо проезжаете и видите эту школу. Эта школа очень похожа на одну из ваших школ. Когда я приезжаю к вам кавалеров, я вижу, как будто это своя школа. Тоже вторая. Точно такая же школа. Я вам хочу представить маленький, еще только опыт, одного только аспекта духовно-братственного воспитания. Сейчас говорить полностью о духовно-братственном воспитании нам не хватит с вами много-много времени. И каждой школе, каждым дошкольным учреждениям приоритетом на сегодняшний день является духовно-братственное воспитание. Вы знаете, что нам решением, распоряжением правительства в январе 2012 года обязательно предметом стал у нас в четвертом классе. Это основы религиозной культуры и светской этики. Когда этот курс, сейчас это называется предметная область, так и называется, четвертый класс, вводился этот курс, то предполагалось системное изучение с первого по одиннадцатый класс. Нам всего с вами дали 34 часа четвертого класса. Я не знаю, как вы, коллеги, но мы столкнулись с трудностью. За один, за 34 часа, за один учебный год, да еще четвертый класс, без предварительной подготовки, это довольно-таки сложная задача. Решить эту задачу мне лично, я была и с вашими коллегами из вашего района, помогла 23-е международное рождественское образовательное чтение, которое вы проходили в прошлом году в Москве. Вы знаете, вот я хочу даже сказать, что эти чтения были для меня, для руководителя стартовой площадкой для проведения такой большой работы. И, бывая в университете, в государственном университете имени Ломоносова, на мастер-классе, бывая в городе Тамбове, во многих учебных, образовательных организациях, заведениях города Тамбова, Вы знаете, я переосмыслила эту работу и встречаясь с авторами, которые уроки милосердия, уроков милосердия, я сразу привезла опыт этой работы, как поняла, в свою школу. В прошлом году, когда мы приехали, есть учитель, наши все учителя не только учились по этой образовательной области, институте в совершенстве нашего города, родного Владивостока, но и мы отправляли их в Москву. Поэтому учитель, который был в Москве, она сразу же в прошлом году стала, мы перепечатали, у нас еще их не было, вы можете посмотреть, насколько это ценный материал. То есть мы запомнили с первого по третий класс уроки милосердия. Каждый класс имеет свое вот такое пособие, которое является рабочей тетрадью. К сожалению, я не смогла вам привести методику разработки к этим урокам милосердия. То есть они уже подготавливают нас, учителей, работать. В этом году мы, конечно, вы сами понимаете, это должна быть большая предварительная работа с родителями. Нужно было донести до каждого родителя, для чего цель и задача ведения этого курса. Вот само название «Уроки милосердия», учить милосердию, добру, честности, любви к своей родине, любви к истории, знать историю. Но я думаю, это основа и самое главное на сегодняшний день. Эти книги мы дописываем из города Тамбова, из института усовершенствования. Конечно, большую помощь не оказывает Арсеньевская епархия и наша церковь, отец Александр, для такой вот работы. Но в этом году я познакомилась летом еще с одними пособиями. Здесь отец Герман говорил «Добрый мир». То есть начать эту работу можно, вы знаете, это с детского сада, шести лет. Это до того такое хорошее методическое пособие, что мы его как применили в этом ходе. Как и у нас, как и у вас школа, работает школа будущего первоклассника. Вот через занятия школы будущего первоклассника мы работаем. Поэтому здесь вот до того ценный материал. Даже описано для детишек шестилетних все православные экскурсии, когда мы в лес идем, в парк, в театр и так далее. Здесь очень богатый и хороший материал. Что интересного я увидела во всех школах, это есть, мы во всех не бывали, но это нам было сказано, там Вова, это православные кабинеты. Я как директор школы поставила перед собой задачу сделать православный кабинет. Почему-то я лежу здесь. Здесь вы все фотографии нашего кабинета. Да, 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 мы здесь вот стоим здесь. Сделать, оборудовать в школе православный кабинет. Центр которого, это центр духовно-нравственного воспитания. Вы знаете, нужно было бы его выстрадать, что ли, я не знаю, как его сказать. Но не все поняли, когда этот кабинет делался в школе. Много вопросов было у учителей, у родителей. Вы знаете, меньше вопросов было у детей. Вот дети больше поняли, чем взрослые. Но если осталось 5% родителей, которые не гонят, они есть, я не буду прям говорить все. Нет, есть. Но большая часть поддерживает. В этом кабинете мы проводим уроки милосердия. В этом кабинете у нас идут уроки ОРКС. Это уже четвертый год, да, получается. Четвертый год мы проводим. И вот у нас уже на четвертый год все 100% мы выбрали модуль православной культуры. Основы православной культуры. Все 100%, все учащиеся выбрали модуль православной культуры. Ну и пятый класс. У нас, вы знаете, что обязательно образовательная предметная область сейчас идет. Это, получается, там что? Основы духовно-нравственной культуры, да, народа в России. Здесь у нас, мы вышли на внеурочной деятельности. У нас не получилось это уроком. Но внеурочная деятельность посещает все учащиеся пятого класса. Преподаватель прошла курсы в городе Владивостоке. Сейчас выезжает в Москву для того, чтобы на чтение рождественские, для того, чтобы перенять опыт более подробный. Работать она является заведующей этой кабинетом. Работать в этом кабинете. Здесь дети рисуют. Проходят конкурсы «Красота Божьего мира». Здесь есть компьютерная техника, на которой полностью на всех компьютерах все храмы православные Приморского края изучаются детьми и с большим интересом. И вы знаете, дети сами подают идею, что еще дополнить в этом кабинете. В этом кабинете у нас княгиня Ольга, здесь князь Владимир. Далее у нас Арсеньевская партия, все владыка. Ой, уже выбрали. Хотела показать. Вениамин. Все наши храмы, которые Арсеньев, Кавалерова, Ольга и Владивосток. Вот это главное. Можно вот это? Мне показывают это, да? Здесь у нас все храмы Приморского края. Нет? Нет? И уроки проходят очень интересно. Здесь проходят теперь родительские собрания. И как-то в этом кабинете спокойно. Как-то спокойно в этом кабинете. Но вы скажете, добились ли вы результата, что вы хотели. Я не буду хвастаться. Конечно. Мы хотели, чтобы результат был следующий. Чтобы, конечно, понимание сущности, нравственные качества, характера, окружающих людей, толерантность, привитие, проявление в отношениях ко всем людям, доброты, честность, порядочность, вежливость. Да нет еще, конечно. Результатов до конца еще нет. Нам предстоит еще много работы. Много работы. И после... Вот я согласна с выступлением, отца, уважаемые коллеги, нам нужно действительно работать вместе. Православие — это наша история. Это наши истоки. И мы должны совместно с нашей церковью воспитывать наших детей, прививать нравственные качества. Ну, все, что коротко, я хотела сказать. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо, Владимир Владимирович. Вот скажите, вы видите, что вы... А Ижо очень меня поддержал. Можно я вас перебью? Простите, пожалуйста. Я получила большую поддержку главы Сергея Юрьевича. То есть, когда в школе сделали такую маленькую революцию, я поддержку сделал главы. Он меня поддержал и помогал. То есть, поддержка церкви и главы — это вот первостепенность. А вы не мое забрали. Простите. Ольга Владимирович, глава, поле, глава, вопрос, вы более трех лет работаете в этом направлении. Вы говорите, что не достигнута конечной цели. До конца, конечно. Какие-то результаты, которые вас уже радуют? Есть. Год вы работаете, да? В Милосердии мы работаем год. Год. Да. По урокам Милосердия мы вот, мы пионеры, мы работаем... А в православии вы уже четвертый год. Да, это четвертый класс. Четвертый класс. То есть, результат есть. Есть. Но, вот так в целом сказать, у меня сидят мои коллеги, я не могу так сказать. Еще нет до конца. Вы знаете, тот результат, от которого ценности потеряны были. Да, коллеги? Вот поэтому. Сейчас мы их должны все восполнять. Наши дети. Правильно? Как дети будут на эти занятия? Насколько им это интересно? Он просто хочет понять. Кавалерия, Нахаш. Как дети на эти занятия живут? Насколько интересно им детям это? Интересно. Но в начале 1 сентября, когда дети пришли в этот кабинет, этот кабинет, ну, конечно, им стало вот, ну, как-то... Ужог. Да. Вы знаете, много, столько было, много вопросов, ну, очень много было вопросов у детей. Но разъяснительная работа это прежде всего... А с родителями? И с родителями. Самое главное, с родителями. Сейчас у нас, да, я забыла сказать, в 10-м классе мы хотели перейти на истоки среднее звено взять. Ну, раз 5-й класс идем продолжение. В 10-й класс 11-й не получился. Вы понимаете, почему 11-й не получается? Класс, это не секрет. Вот. Основы семейной жизни. Помните, был такой большой факультатив основы семейной жизни, который был потерян. Мы вернулись к нему, но только уже с точки зрения сегодняшнего дня. Мы вернулись к этому. И школу для родителей, организовали школу для родителей. Я, как уже сказала, на сегодняшний день самая сложная работа была вот в течение всего вот этого полугодия, который прошел с 1-го сентября по сегодняшний день, это работа с родителями. Работа с родителями. Но я думаю, что мы и должны работать с родителями и без православного кабинета работа с родителями на первый план нужно вставить. Люба Владимuts, почему Вы назвали православный кабинет? Кабинет духовно-нравственного воспитания. То есть он называется официально кабинет духовно-нравственного воспитания. Это большая разница. Это большая разница. Я еще удивился, Вы бы нам сказали православный кабинет для себя вы так бы называете, Вот если бы мы его точно назвали православный кабинет, проблем было бы очень много. Если бы мы его назвали бы кабинет православной архитектуры, проблем было бы меньше. Духовно-нравственного вообще не должно быть проблем. Вы знаете, вот так и надо назвать. Первый прокурсом всегда тяжело. Ну вот здесь говорили, у нас уроки милосердия проходят для дочери Проколова. Нет, я не думаю, что хочется у нас еще всем этим книжечкам.